Давайте поучаствуем в передаче допроса за бабоску. Я вас смотрю, между прочим. Я вас узнала. Чувствуете, кто здесь? Смотрите, ляжка-то сегодня горит. Да куда пошли? Да подождите. А да, так где мы так еще бы пойдем? Меня зовут Флюра. Что за чудесное имя? Вот такое чудесное имя. Как флюрография. А муж не смотрит мои видосы. Ну, вот такой у нас, стеснительный немного. Здравствуйте, дорогие телерадиус на ТАКИ. И в эфире передача Допрос за бабос. Передача, в которой я подхожу к людям вот так вот. Говорю, здравствуйте. А мне говорят, до свидания. Я-то хочу задать пять простых вопросов. И за ответы правильные дать людям немножко бабос. Здравствуйте. Некоторые люди не здороваются. Ну, наверное, это просто не петербуржцы, а приезжие москвичи или другие люди. О, какие девчонки интересные. Пойдемте к ним. Здравствуйте, интересные девушки. Вы очень модно и красиво выглядите. Спасибо. И очень хочется, чтобы вы поучаствовали в передаче Допрос за бабос. Давайте. Подождите, это интеллектуально? Да какое там? Посмотрите на меня. Где интеллектуальная физиономия? А где? Просто обычная душевная передача. Как вас зовут? Мария. А вас как? Ксения. Ксения. Я бы хотел бы окучить кого-нибудь одну из вас. Давайте Мария. Это будет Мария или Ксения? Типа я снимаюсь в передаче. Давайте. Давайте, я Мария. Мария, учитесь, работаете? Работаю. Кем, если не секрет? Давайте. Я работаю детским аниматором, висюю детей. Это прикольно. Конечно. Умеете жраться в кадре. А еще и модель. Это заметно. Вот. Какие вопросы еще будут? Первый вопрос. В каком веке была принята Конституция США? В 17-м. Я говорил о том, что за правильные ответы будут бабосы. Это же передача «Допрос за бабос». Давайте полегче вопрос. Ну, сами все понимаете. Мы недавно перепутали, что такое вертикальный с горизонтальным. Что они такое? Ребус какие-нибудь такие. Рядышком, рядышком. 16-й. Еще по-другому рядышком. 17-й половиной. Еще нам эти половинки. 18-й. Правильно! Мы двигаемся, двигаемся, крутимся, вернемся. Ответив очень правильно на пятый вопрос, вы получите 1000 рублей. Отлично. Если погано будете отвечать, получите всего лишь 600 рублей. Отлично. Мы постараемся оригинально хотя бы. Хорошо. Как во французской армии назывались воины, вооруженные мушкетами? Междуусобные. Это такие углы бывают, да? Нет. Или не оттуда весь аргует? Углы бывают смежные. Вот именно, вот именно. Как называется? Ножевая битва. Д'Артаньян. Д'Артаньянская. Д'Артаньян. Куда такой был арганьян? Мушкетер. Это правильно! Я на 2000 сейчас куплю столько. А ты очень умная мадама. Сколько тебе годиков? Мне 21. На ВИ-14. Спасибо. На рост тоже. Кем был Будда до ухода в отшельники? В чайной мастер. В чайной мастер. Духовным человеком, наверное. До того, как ушел в духовные человеки. А, не знаю. Кем он был? Странником. Его батя был очень серьезный человек. Президентом. Ну, а если батя президент, то Будда был... Принцем. Тудыси. Тудыси-мудыси. Мы будем считать это за подсказку. Что именно? Тудыси? Все, что было до этого. Президент. Что под президентом идет? Политик. Принц. Нет, принц это правильно. Правильно? Серьезно. Нет, принц, да. Ложь, наверное. Да какой лучше? Все правильно. Ну, я ответила на все вопросы? Ну, осталось два. Отлично. Но считаются ли подсказками те подсказки, которые были до этого? Нет, не считаются. Хорошо. Как сегодня... Внимательно, очень внимательно. Как сегодня мы назовем того, кого на Руси называли Зочи? Зочи. 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 Это родственные связи? Зочи. Зочи. Это там корень есть, который подскажет мне? Может, я так сделаю? Трясь. Зоо, что-то связано с животными? Нет, вот так. Зочи. Ладно. Из Питера? Из Питера? Нет. С Казани. Ходим, ходим туда-сюда, наблюдаем, да, вокруг за всем, да? Есть такое? Надзиратель, смотритель. Кто все это замутил? Вот это все. А, бог. Нет, вот это вот так вот. Смотришь, неплохо думаешь. Строителем. А как по-другому назовем строителя главного, который... Архитектор. Без единой подсказки мы крутимся, движемся. Последний вопрос. Если ты так же ответишь на него без подсказки, сразу же, то тысячонка твоя. Если я подскажу, извини уж, 600 рублей. Ну, из-за того, что не было еще ни одной подсказки, мне кажется, это нормально еще, простительно. Простительно, да. Поехали. Чему равен кубический корень из единицы? Однерки? Ваш окончательный ответ. Один, да. Нет, 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 нет. Какая разница, ты будешь все умножать на один? Нет, ты что, как ноль может за один получиться? Подсказывать, я подсказывать-то не разрешал. Ну, ноль она подсказывает. Нет, 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 все-таки один. Как бы то ни было. Решается судьба, победа или не победа? Победа. Кубический корень из единицы равен... Единица! Я отдаю тебе микрофон, ты передаешь кому-нибудь привет, я пока лезу за бабосами. Всем здравствуйте, я передаю привет моей маме. Мама, я попала в телевизор, вот. Вы уже с папой, наверное, стоите там. А какой это канал? Смотри, сколько бабос. Это правда, нам надут деньги? Мы тарелочницы! Победа, это была так себе победа. Небольшое браво присутствует здесь, всего лишь тысячонка рублей. Спасибо большое, давайте пожмем руку. Давайте, давайте обязательно сделаем это. Что вечером делать? Пойдемте все вместе гулять по Патрикам. Сначала надо забрать ребенка со школы. Ну ладно, мы вместе прогуляемся с ребенком. С ребенком? Потом жену надо забрать с работы. Столько дел еще. Хорошо. Ладно, если что, приедем на чай. С чак-чаком. Чаки-чаки, как говорится, пуки-муки. Спасибо за участие. Спасибо. Мы двигаемся дальше, крутимся. А где это можно посмотреть? Негодяй ТВ набираешь и везде смотришь, где по кайфу. Где VPN работает, где грузит, где не грузит. Мы выкладываем это везде. А через сколько выпуск будет? Я замучу его сегодня смонтирую, а завтра как выложу его. Вот так вот. Спасибо всем большое. Всем пакеда. Мы из Казани. Тем более. Так и напишу. Девка из Казани выиграла. Какая девка? А как ты хочешь, чтобы я написала? Я малышка, я девушка. А, малышка, точно. Малышка из Казани. Спасибо за подсказку. Спасибо. До свидания. До свидания. Мы идем дальше. Туристы. Ходят туристы по Санкт-Петербургу. Туда, туда. Дворцовая площадь. Вот туда, вот туда. Невский проспект. Здравствуйте. Давайте поучаствуем в передаче допроса за бабос. Кто здесь? Давайте. Ну, вообще-то давай не попробуем. Я вас смотрю, между прочим. Я вас узнала. Смотрите, кто здесь. Смотрите. Ляшка-то сегодня горит. Так, тогда будем окучивать вас. А вы будете на? На подтанцовочку. Все. Вот так вот. Да куда пошли? Да подождите. Да, так где мы так еще попадем? Конечно. И так рассказывайте все. Все рассказывайте. Как вас зовут? Меня зовут Флюра. Что за чудесное имя? Вот такое чудесное имя. Как флюрография. Во-во-во. Начало слова. Интересно. Рассказывайте, вы не из Санкт-Петербурга? Нет. Мы живем в Тюмени. В Тюмени? Да. Приехали сюда? Да. С мужем? Да. А муж не смотрит мои видосы? Он такой у нас стеснительный немного. Хорошо, хорошо. Так, вы приехали сюда потусить, туда-сюда? Нет, у нас тут живет сын. Мы сюда ездим каждый год по несколько раз. Он у нас тут закончил университет. И вот здесь живет и работает. Я думал, телефон резанули. Думаю, где? Оказывается, в кармане лежал. Первый вопрос. Не подсматривайте. Да, я так все равно не буду. Ответив правильно на пять вопросов, вы получаете тысячу рублей. Ну, примерно я знаю. Если будете плохо отвечать, по-любому что-нибудь получится. Да? В нашей передаче проиграть невозможно. Тьфу! Ура! Кто написал Бородино? Бородино? Ну, почему он ушел-то? Он-то точно знает Бородино. Ой, как это? Лермонтов. Лермонтов? Лермонтов? Да, правильно. Все. Двигаемся дальше. Как звали собаку Мальвина? Кучерявая псина. Ну, да. Кучерявая псина. Белая. Б-б-б-б-б-б-б-б. А? А-а. Не-не-не. Артемон. Артемон. Дальше. Назовите родителей Каина и Авеля. Каина и Авеля. Все просто. Вопросы всегда простые. Ну, понятно, что простые. Так-то я могу, когда за экраном. Ну, самое известное из этой тусовки. Каин Авель. А родители? Очень известные люди. Да? Ладно. Откуда Каин Авель? Какая-то библейская история. Ну, вот. Чего ты отошел? Вот он точно знает, наверное. Давайте. Давайте спросим все-таки. Нужна ваша помощь. Нужна ваша помощь. Сергей, родители Каина и Авеля. Каина. Авеля. А? Ты знаешь? Нет. Он не знает. Мужик и баба. Ну, да. Их родители. Правильно? Ну. Она залезла на дерево. Схватила. Адама ела. Все верно. Все верно. Ну. К какому материку примыкает Гудзонов залив? Материку-то Америка же. Все верно. И вопрос пятый. Кто открыл закон всемирного тяготения? Никто. Это правильные ответы. Итак, я вам передаю привет. Вы перед... Вернее, я вам уже передал привет. Вы привет передаете. Возьмите микрофон. Ой. Мы так рады, что мы попали к вам на передачу, на съемку на эту. Ну, всем привет. Особенно родной Тюмени. Мы любим свой город. Ну, и Санкт-Петербург мы тоже очень любим. Хорошие люди кругом. Держите. Это ваш приз. Приятно, что по жизни встречаются хорошие люди. Веселые, жизнерадостные. И главное, стремятся познать все. Мир, искусство, любовь. Золотые слова. Спасибо вам большое за участие. Очень было приятно с вами пообщаться. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Сергей, до свидания. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот такая народная у нас хорошая передача, которая называется «Допрос за бабос». Есть телеграм-канал у меня. Вы знаете, он кому-то нужен, а кому-то он просто нахрен не нужен. Поэтому, если вдруг понадобится, подписывайтесь на него. Все свое творчество. И вот такие кружочки иногда я туда выкладываю. Мир, пиз и чтоб все было по красоте. А я это видео закончу, а мы все равно будем снимать. А потом через недельку вы еще раз увидите продолжение это. Или на Нуме. А может на Нуме вы увидите. Потому что на Нуме я тоже выкладываю видосы, чтобы они там были. Если у вас очень хреново грузит жизнь такая нынче. Поэтому скажу. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова